Здравствуйте, друзья! Русский Север вдохновил и продолжает вдохновлять на творчество многих писателей и поэтов. 440 лет тому назад в устье Северной Двины на мысе Пурнаволок возник город Архангельск, которому посвящено немало поэтических произведений. Официальной датой основание Архангельска считается 1584 год. Тогда по приказу Ивана Грозного у Двины возвели деревянный острог. С годами крепость разрослась и превратилась в полноценный портовый город, который к 15 столетию стал основной торговой площадкой России. Архангельск имеет богатую историю и является важным промышленным и культурным центром Севера. С Архангельском связаны жизненные и творческие пути многих поэтов прошлого и современности, как уроженцев этого города, так и тех, кто приезжал сюда по разным причинам. Кто-то из них обрел здесь вторую родину, кто-то провел детство и юность, кто-то, приезжая ненадолго, запечатлел город на Северной Двине в своих стихах. Среди них имя Вадима Беднова. Он прожил в Архангельске всю свою жизнь. Все 55 отпущенных ему лет Вадим Анатольевич ощущал себя именно Архангелогородцем, воспринимая родной город, как предназначенную ему раз и навсегда дом. Поэтому особое место в творчестве поэта занимают стихи, посвященные Архангельску. Поэзия Беднова Архангельск – не декорация, не фон, а среда обитания, естественная и необходимая. Многие стихи поэта, посвященные родному городу, напоминают живописные полотна. Словно художник, он зарисовывал родной город с любовью и нежностью. Город, вместе с двиной плывущей, мимо весей, лесов, болот, древним портом страны слывущей и зовущей парней на флот, белоночием гостей манящей, да поморской стариной, и по-новому гомонящей и глядящей в простор сквозной. Что он видит за окоемом, что он слышит издалека? Мачты, песню о том, что дома долго не было моряка, и, быть может, под каждой крышей до познания ложатся спать, и тоскуют, и письма пишут, и дождутся, и ждут опять. Драгоценными именами полон северный календарь, Исполохи воспоминаний освещают плывущим даль. Город-порт, я к нему причален, и по морам всю жизнь слыву, и под крики горластых чаек в море белое с ним плыву. Верность родному городу, привязанность к нему, потребность в нем, говорят многое о личности поэта. Он ощущал себя не просто жителем Архангельска, а его неотъемлемой частью. Даже уезжать надолго из города он не любил. Сразу тянуло обратно, домой. Подтверждение тому, например, такое поэтическое признание. Подъезжаю к родному городу, подгоняя мысли на поезд. Подъезжаю к родному холоду и в окно гляжу, беспокоясь. Убирают постели с полок, грампластинки не умолкают, вереницы знакомых елок перед самым лицом мелькают. Проплывают луга озябшие и дороги, как речки вешние. Машут, будто меня узнавшие на разъездах ребята здешние. Вот и мост над Двиной, как радуга. Осторожней стук колесный. Не могу уезжать я надолго. Каждый месяц год високосный. Уплыволь к берегам кисельным я, Согляжусь ли на горы златые, Снятся песни наши метельные, Ночи летние, молодые. Дома лучше, гласит пословица, Подъезжаю к родному городу, Подъезжаю к родному холоду, И теплей на душе становится. Всю жизнь Вадим Беднов прожил не только в одном городе, Но и в одном доме на набережной Северной Двины. Поэтому привычный для него вид – Это набережная, река с буксирами, баржами, кораблями И старенькими пароходами. Об этом говорит поэт стихотворений, Так и названным им привычная картина. На реке ни дымки, ни тумана, Дальний берег будто на ладони, Сиверка посланец океана, Рвану в волну к причалу гонит. Словно снег летит на берег пена, И сухой песок темнее метит. Теплоход громаденно степенно Движется туда, откуда ветер. Позади авральный шквал погрузки, Груз обычный, доски золотые. Над кормою плещет флаг нерусский, На борту написано «Мария». Гордо задран острый нос акулей Серо-голубого теплохода. До конца поморского июля На Двине нормальная погода. Волны, покошачьи выгнув спины, Катер портофлота атакуют. До чего привычная картина? Где еще увижу я такую? Чтобы у меня перед глазами, Предосенней тронутая тенью, Жизнь моя плыла под брусами, В море против ветра по течению. Прочная и неразрывная связь С архангельском чувствуется И в стихотворении «Лягу рядом с июньской двиной». Лягу рядом с июньской двиной, Да послушаю сказки и песни. Так бывало, укрывшись волной, Спал наш сказочник, добрый кудесник. А на рейде двинском корабли Отдыхают от штормов и странствий. Здесь, у края российской земли, Всей земли ощутимо пространство. Здесь родился я, здесь и умру, Никуда мне отсюда не деться. Здесь на яростном свежем ветру Молодеет пожившее сердце. Здесь, как праздник, приходит рассвет После снежного вихря и воя. Только здесь мой останется след, Если сам я не место пустое. А живу я не хуже других, Проявляя к общению готовность, Потому что я сердцем постиг, Как сильна здесь в народе духовность. Закаленный ветрами веков Дух поморский, ни фраза, ни поза. Он сильней, потому что здоров. Злого спирта и тьмы, и мороза, Ведь недаром душевно богат Был великий помор холмогорский. И напрасно порой не хотят Видеть цельность натуры поморской. Дескать, слишком вольна, широка. Что ж, вольна, так под стать ураганом. Широка, потому что века Силой меряется с океаном. На ветру, на веселом пиру, На распашку душа у помора. Здесь родился я, здесь и умру. Тут мой корень и точка опоры. Завершающие строчки стихотворения Звучат, как обед. Здесь родился я, здесь и умру. Тут мой корень и точка опоры. Сын Вадима Беднова Анатолий, Как и отец, любил свой край. Это был добрый, талантливый, Светлый человек, Искренне увлеченный краеведением И самобытностью поморского характера. Будучи историком по образованию, Анатолий Вадимович в своих произведениях Умело воссоздает исторический колорит. Его рассказы и стихи Наполнены любовью к родному городу И архангела Городца. Через свои произведения Анатолий Беднов говорит Любите свою землю, Гордитесь своими предками, Сберегите и приумножьте то, Что нам досталось в наследство. Прекрасен был Архангельск в старину, Край деревянных теремов Соломбала. Призвонили колокола соборные, Будил Макарка сонную двину. Городовой прогонит сопляков, Чтоб под ногами у господ не путались, Спешит извозчик по центральной улице Мимо купеческих особняков. Кирпичный рай, Архангельский модерн, Все трубы водостоки коронованы, Наличники, Узор решеток кованых, И долгий безграничный летний день. Прибрежный рынок, Шум и кутерьма, Поморский говор, Звуки речи Аглицкой, Храм Троицы, Жемчужина Архангельска. Ах, боже мой, Какие терема! Свидание после дождичка в четверг, Там трель дрозда с нехитрыми коленцами, Мэр и фотограф, Незабвенный Лейцингер, На снимках прошлое запечатлел, А за спиною Береница лет, Нам граммофон, Что наконечник каменный, Не возвратить того, Что в лету кануло, Не свистнет рак до греческих колент, Рассвет был розов, А закат багров, Ковчег поморья, Старая соломбола, Повеяло дыхание соленое От беломорских дальних берегов, Скрепенье деревянных мостовых, К полудню небо пасмурное, бледное, Так насладимся же дроздовой флейтою И зеленью, и шелестом листвы. Архангельск В синем небе желтое солнце, Над рекою холодный ветер, Припекает спину, В лицо же ветровые ударят плети, От волны разлетятся брызги, Капли на обветренной коже, И проходят походкой рыси По причалу бусые кошки. Вешний ветер шумит в аллее, Дымкой горизонт заволокся, И глядит человек с оленем, Обратившись лицом к востоку. Журавли пролетают клином над двиною, Крылья расправив, Как когда-то над вечным нилом Стая и цапель молотоглавов, Ни фигуры питерских сфинксов, И ни львы апостола Марка. Что, Архангельск, тебе приснится? Может, древний полярный мамонт? Здесь скользил на дракарте викинг, На больших кораблях колландцы. Плыл владье новгородский витязь, Пел гусляр былины баллады, И спешил колесный макарка, Как кораблик кельтской богини, Увозящий за море мрака Души воинов, что погибли. Поспешай, кораблик колесный, Видишь, горизонт заволокся, В край, где встали над морем сосны К Соловецкому Авалону. Всем желал семь футов под келем, Колокольным звоном соборов. Над тобою крыла раскинул Сам Архангель, хранящий город. И пускай на закате алом ветер С моря сырой прохладой. Город спит, разбросав квартал, Как лоскутное одеяло Под Венскому архипелагу. Север. Постоянная и выстроенная Любовь к нему стала Одной из главных тем Поэта Николая Журавлева. Совсем юным уехал он Из родных мест И связал свою жизнь с Архангельском, Полюбив его сразу и навсегда. Мой город, Говорил он об Архангельске, Воспевая его, Как и красавицу, Двину Северяновну. Игрою красок, Осиян мой город, Квысям устремленный. Налево синий океан, Направо океан зеленый. Они родители твои, Твоя опора, Лес и воды. Недаром свежестью хвои Пропахли трюмы пароходов. Через века, Через года Ты рос, Отмеривая мили, Лес и вода, Лес и вода Тебя вскормили и споили. И озабочены тобой, Добрососедствуют и спорят, Тайги задумчивый прибой С прибоем яростного моря. Северяновна, Будто родился я заново, В край своей юности прибыл. Здравствуй, Двина Северяновна, Здравствуй, Моя неулыба. Норов, Как был, Незговорчивый, Только с годами Отменней, Алостью зорь Отороченный Стал сарафан Твой весенний. Белый кокошник Кудрявица, Шитый рукою Морянной, Как хороша ты, Красавица, Наша Двина Северяновна. Рядом с тобою, Безбрежную, Люди становятся Нежными, Люди с руками Грубыми, Грузчики И лесорубы, Верность твою Принимая, Взаболь к тебе Прикипают, Не потому ли В разлуках С небом Родимого края, Думая о подругах, Мы о тебе Вспоминаем. В стихотворениях Николая Андреевича Проявилось умение Поэта По-своему Неожиданно Взглянуть на мир, Увидеть необычное Привычно, Как, например, В зарисовке Утро на Двине Восход солнца. Утро у нас Начинается рано, Солнце всплывает На гребне волны, Кажется, Будто портальные Краны Подняли солнце Из синей Двины. Связал свою жизнь С архангельском И поэт Анатолий Левушкин. Анатолий Ильич Некоренной Северянин, Он родился В Рязани, Там же увидели свет Первые сборники Его стихов. В Архангельск Он приехал В 1964 году Уже сложившимся Поэтом, Членом Союза Писателей СССР. Север Оказался близок И дорог Поэту Прежде всего Тем, Что он требует От человека Мужества Остойчивости Ежедневно Испытывая Пробуя На излом. Арктика Северные Штормовые Моря Пришлись ему По душе По нраву Который Сам поэт Называл Неуживчивым Писала О Левушкине Литруторовед Елена Шамильевна Галимова. Именно В Архангельске Он создает Поэмы Посвященные Неординарным Сильным Духом Людям Которые В разные Эпохи Совершали Подвиги Во славу Отчизны. Поэма Корабельные Люди Рассказывает О строителях Российского Флота И Петре Первого. Михайло Ломоносов О нашем Великом Земляке Гениальным Ученом. Георгий Седов О бесстрашном Полярном Исследователе. Есть у Левушкина Стихи Посвященные Архангельску В котором Летом Можно Любоваться Волшебными Белыми Ночами. Именно Их Красиво И нежно Воспевает Поэт В стихотворении Белая Ночь В Архангельске Белые Ночи И в полночь Архангельск Дневной Я с белую Ночью Воочию Встречаюсь Над сонной Двиной Встречаюсь Ничуть Не отчаясь Что нынче Опять Не до сна Как лодка От пирса Отчалясь Покорно Ударю Весла Так я Этой Ночи Покорен В ней Что-то Зовущее Есть А север Могуч И просторен Навстречу Распахнутый Весь А север Обманами Дразни Здесь Полночь Как утро Точь В точь Какой-то Неведомый Праздник Сулит Эта Белая Ночь Неверного Шага Не делай Назад Повернуть Не спеши Побудь В этой Полночи Белой Нетронутой Этой Тиши Немеркнущей Роскоши Света Гони Все Сомнения Прочь Последняя Песня Не спета Не кончилась Белая Ночь Не только Ночью В Архангельске Могут быть Белыми Но и Покрывало Которым Укрывается Город Каждое Лето Белое И пушистое Как снег Это покрывало Тополиной Пух В стихотворении Над Архангельском Пух тополей Левушки Написывает Город Во время Тополиной Пульги У тюрьмы Над Архангельском Пух тополей Невесомый Неслышный Свободный Все щедрее Все смелее Все полнее Куролесит Снежок Нехолодный Будто летом Метели зимы Тут и вправду Июля задачи Белый пух Словно Счастье Взаймы И при этом Взаймы Без отдачи В обе горсти Полнее Бери Разве Мало Его Разве Мало Видишь Всюду В сиянье Зари Тополевый Снежок Разметало Там Там Где Ночи Полярная Стена Там Где Море Волнуется Глухо Будет Нам Не Хватать Старина Тополиного Милого Пуха А Сегодня Пурга Кутерьма Полонила Весь Город Поморский В Снежном Пухе Дома Терема Тротуаров Дощатых Помостки Лишь Раздольно Синеет Двина Заметельной Пушистой Завесой Я Сегодня Хмелен Без Вина Я Сегодня Без Повода Весел Просто Вьюжит Беспечный Пушок Так И Липнет На Плечи На Ворот Мне Сегодня С тобой Хорошо Тополиной Мой Утренний Город Живет В Архангельске Работает Растит Детей Пишет Стихи Песни Поэт Марина Анатольевна Зарубина Ее стихи О любимом Севере Звучат Свежо И очень Искренне Есть у нее Стихотворение Посвященное Архангельску Я люблю тебя Город Твинских Ветров Сколько Силы В твоих Плечах Ты По-зимнему Холоден И суров Сдержан В помыслах И речах Кто-то Прочь От твоих Берегов Летит В край Где Ночи Всегда Темны Отпускаешь Пусть небо Его хранит Есть сердца Что тебе верны Я люблю Тишину Твоих Долгих Зим И по снегу Следы От лыж Хмурым Утром Тумана Белесый Дым Треск Дождя По изгибам Крыш Снова Льдины Седые Несет Река Птичья Стая Домой Спешит Ты Ты Качаешь Весну На своих Руках Напоенный Желанием Жить Архангельск Это город С богатой Историей Уникальной Архитектурой Интересными Музеями И великолепной Природой Он представляет С собой симбиоз Прошлого И современности Оставляя Глубокое Впечатление На своих Посетителей Архангельск Обязательно Стоит посетить Тем Кто ищет Незабываемых Впечатлений Или хочет Больше узнать О культурном Наследии Севера России Поздравляем Любимый Город С юбилеем И желаем Развития И процветания Спасибо За внимание Спасибо Спасибо